Всем привет! Это Новокузнецк. Это уже проект Ява. Собираем перья новые, вернее, сами трубы направляющие, а перья новые в упаковке. И вот сейчас будем их собирать. Втулочки мы взяли оригинальные чешские из Чехословакии. Эти уже одеты, сальники чехословацкие оригинальные уже одеты. Сюда я выточил другие маленькие шайбы, которые держат стаканы пружин и кронштейн вилки. Эти стаканы сделаны из D16T. Они немного... Хотел все сделать в оригинале, но в оригинале вот эти вот шайбы, которые здесь стоят, они постоянно трутся. В общем, все это выглядит вот так. Все вот это на замену. Вот это вот. Мне очень не нравится, как сделано. Пришлось выточить вот такие вот шайбы, втулки, которые центруются на вот этой внешней обойме. И все. Тогда они точно не задевают шток и будут нормально центровать кронштейн колеса и кожухи пружины. Кронштейн колеса заказаны новые, поэтому это все отправляется в металлолом. Как я и обещал, вся Ява будет из новых запчастей. Вся абсолютно Ява будет сделана из новых чешских запчастей. Ну, дай бог, чтобы чешских. Ну, вот эти, допустим, будут от старой вилки. Вот две. Все остальное здесь будет новое. А, ну и сами амортизаторы. Ну, им сто лет ничего не бывает. Сами амортизаторы внутри. Я всталю. Вот все, что осталось от вилки. Пробки, все остальное, все будет новое. То есть вся вилка, это перья, сальники, втулки, сами концы, пробки. Это все будет новое. Потом кожухи пружин. Ну, я, в принципе, всю Яву разложу и все покажу, когда все придет. Ну, пока занимаемся вилкой. Ну, вот, в принципе, ничего тут такого сверхъестественного нет, чтобы собрать перья от Явы. Они очень просто собираются, если втулки выточены четко, правильно по размеру. Так, пусть остынет. Пока накинем второй. Ничего сложного в сборке этих перьев нет. Просто греем и обливаем. Не перегрейте. Втулки легкоплавкие. Очень легко ее перегреть. И она потечет. Ну, не потечет, а так провалится. То есть втулку очень легко испортить. Без должного опыта. Ну, в принципе, вот. Быстро остывают. Да, вот они остыли, но не засели. Теперь надеваем стопорное кольцо. Вставляем амортизатор. Перья у нас готовы. И это сел на место. Ну, все. Сейчас мы вставляем сами амортизаторы. Одна на месте. Вставляем второй амортизатор. Ну, предварительно эти резьбы, конечно, лучше смазать красным анаэробным герметиком, чтобы они здесь не откручивались. Берем клещи. Вставляем туда стопорные кольца. Ну, потом проверяем, насколько они там застопорились. Стопорились. Теперь мажем это все маслом. Ну, в принципе, перья готова. Теперь только здесь стопорные гайки. Сейчас подготовим и соберем перья до конца. Теперь резьбу мы мажем анаэробным герметиком. Для того, чтобы он не откручивался. Тут, наверное, моктайт не пойдет. Просто герметик простой. Шайбой помажем и все. Ну, вот. Примерно так это все получается. Надо будет еще эти гайки закрутить. И сейчас проделаем то же самое. С этим пером зафиксируем сам амортизаторный элемент. Вот. В принципе. И это перо все. Сейчас мы протянем. Да, это, кстати, Ижевский ключ старый. Ну, он подходит. Обмотаем его бумагой, чтобы не царапали гайки. И протянем гайки вперед. В гайке есть уплотнительное кольцо. Так что сильно тянуть до уровня не надо. Ну, вот, как я и говорил, вот эта направляющая не будет задевать сам шток. На ней будет лежать у нас кронштейн, колеса и стаканы пружин. Одно перо у нас готово. Будет дожидаться всех запчастей. И будем собирать дальше. Мотоцикл. Теперь прокручиваем второе перо. Ну, и, в принципе, самое страшное с вилкой у нас позади. Так же, как и на том пере. Пере ходят плотно, приработаются. Потом километров через 500 поменяем масло. В них сольем, промоем. Зальем свежее. И они уже через 500 километров будут мягенькие, приработанные. Будут ездить у нас как шелковые. Ну, вот, в общем-то, все. Вот они, два пера у нас готовы.